И я снова всех приветствую на территории свободы. Сейчас мы будем говорить по скайпу с Михаилом Самосем, директором Нью-Джи-Политикс-Ресерч-Нетворк. Добрый вечер, господин Самос. Здравствуйте. Сегодня было сообщено еще о одном ударе ракетами по селу Гроза в Купянском районе, где погибли люди. По последним данным 48 погибших. И это уже норма, практически ежедневные обстрелы ракетами, насколько я понимаю сейчас ситуацию в Украине. Ну, если говорить об обстреле вообще приграничных и прифронтовых районах, да, это постоянно, это каждый день идет обстрелы артиллерией. И Сумская, и Черниговская области, это север Украины. И Харьковская область особенно страдает. Страдает, например, правобережье Херсонской области постоянно, Запорожская область, Донецкая. То есть, в принципе, все прифронтовые районы постоянно находятся под ударами артиллерии, ракет, авиационных ракет, авиационных бомб. Сбрасываются авиационные бомбы, так называемые корректируемые авиационные бомбы, 500 килограмм. Россия может их сбрасывать с 50 километров. К сожалению, украинское ПВО не имеет возможности их сбивать. Ждем F-16, чтобы как раз начать уничтожать российскую авиацию. Что касается всей территории Украины, Украина большая страна, Россия обстреливает каждый день, каждую ночь шахедами, это такие большие ударные дроны, ракетами, крылатыми. Калибры это морского базирования, авиационного базирования Х-101, Х-55, 555. Вот сейчас последняя неделя акцент особый на юг Украины, это как раз Одесская область, это как раз Дунайские порты. Россия пытается противодействовать усилиям Украины по организации экспорта зерна и других товаров из украинских портов. Поэтому идет такой акцент по южным территориям. На днях буквально публиковали доклад ООН, что война в Украине каждый день уносит жизнь шести мирных жителей. До этого я помню, что когда принимались санкции в отношении Российской Федерации, также говорили о том, что для того, чтобы Россия не могла восстанавливать, не могла сама создавать опять ракеты, артиллерийские запасы, восстанавливать и так далее. Но при этом мы понимаем, что каким-то образом те же самые чипы в Россию попадают для наведения на ракеты. И многие другие необходимые для производства военных боеприпасов, они получают данные, комплектующие необходимые. Не работают санкции, дырявые кордоны. Как это происходит? Происходит очень просто. Дело в том, что существуют страны, через которые эти микрочипы могут попадать в Россию. Организовываются фирмы различные. Например, можно организовать фирму в Боснии и Герцеговине, в Республике Свердовской. Через нее прогоняются все микрочипы, например, закупаются в Соединенных Штатах или в Германии. После этого они переправляются в Россию. Точно так же это можно делать через Казахстан, Киргизстан, Армению, даже через Грузию. По некоторым данным, например, некоторые комплектующие могут производиться и в Приднестровье. Причем они потом провозятся, скорее всего, через территорию Молдовы, насколько можно судить. Потому что Приднестровье не имеет другой возможности как-то коммуницировать с внешним миром. Поэтому лазеек очень много, схем серых, черных, к сожалению, очень много. Люди не понимают, что когда они участвуют в таком бизнесе, они пачкаются в крови. Рано или поздно это плохо закончится для всех, потому что другого выхода, чем победить путинский режим, у нас нет. И Соединенные Штаты, Украина над этим постоянно работают. То есть в списке составляются фирм, которые этим участвуются, они добавляются в санкционный список. Но люди хотят зарабатывать деньги, к сожалению, а деньги у России есть. Тут надо смотреть корень происходящего, то есть лазейки можно перекрывать. Но, к сожалению, пока России удается адаптироваться к ситуации, когда Европа не покупает, например, газ и нефть в основном, хотя по LPG газу там своя ситуация продолжает Россия поставлять. Но России удается продавать в Китай, в так называемые страны глобального юга, которые покупают эти товары. И таким образом России удается зарабатывать миллиарды долларов, чтобы продолжать вести войну. Следующий вопрос мой будет касаться наступления. Об этом много говорилось весной, все его ждали, чтобы подсохла земля, чтобы было можно было наступать. Мы наблюдали за тем, что происходило летом. Сейчас октябрь и очень скоро погода испортится. И уже все говорят, что прекратится большая часть активных боевых действий в связи с непогодой. Как минимум до зимы, пока не замерзнут дороги и так далее. Насколько успешным было вот это самое наступление украинское, о котором говорилось? И какова сейчас ситуация на полях, на поле боя в разных регионах? Продолжаются очень напряженные бои. То есть украинская армия движется вперед на Бахмутском направлении и на Южном направлении. Россия бросает все резервы, которые есть, в том числе и десантников бросает в контратаки, именно когда украинские войска проходят через оборонительные линии. На данный момент, можно сказать, что главная задача в России не допустить прорыва главной линии обороны. Например, на Токмакском направлении украинская армия уже прошла первая позиция, сейчас проходят вторые позиции и есть шанс прорвать как раз до ухудшения погоды и выйти к Токмаку. Если говорить о том, почему такие низкие темпы, как некоторые говорят, дело в том, что ни один западный генерал не начал бы такую операцию без превосходства в воздухе, без проведения воздушной операции. Потому что начиная с 70-х годов западная доктрина, она так и называлась Air Land Operation, то есть воздушно-наземная операция. Потом были уже Multi-Domain Operation концепции, но они все равно предполагали, сначала проводится ракетная и воздушная фаза, достигается успехов в так называемых формирующих операциях, Shaping Operations, когда уничтожаются склады с боеприпасами, командные пункты, линии коммуникации, логистика, основные районы расположения артиллерии, ракетных войск, ПВО и так далее. И уже только потом начинается движение сухопутных сил, которые фиксируют на земле достижение воздушной фазы. У нас этой воздушной фазы не было, потому что украинская авиация не может соперничать с российской. У нас более старые самолеты. И поэтому мы не могли ждать с другой стороны, потому что Россия могла бы построить еще 15 линий обороны на юге, поэтому нужно было идти вперед наземными силами. И сейчас надежда на получение ракет Атакамс, это армейские тактические, оперативно-тактические системы, которые в старом варианте имеют 160 километров дальности, но с кассетным боеприпасом, там 950 боевых элементов, очень удобно накрывать площадями как раз при прохождении наземных оборонительных сооружений. Есть более новая версия, 300 километров. Если мы получим в ближайшее время эти ракеты в варианте 160 километров, кассетная, это ускорит продвижение украинских войск. То есть здесь, опять же, некоторые говорят понятиями Первой и Второй мировой войны, что вот Россия может мобилизовать миллион, Украине тоже нужно мобилизовать миллион. Абсолютно нет. Украина сейчас идет путем технологического превосходства, например, по FPV-дронам, то есть это First Person View дроны, которые очень успешно используются украинскими войсками. У нас сейчас используются десятки тысяч этих дронов, которые могут уничтожать бронетехнику, личный состав. На следующий год у нас уже государство наконец-то подключилось, потому что до сих пор это все делалось частными инициативами. И план стоит уже 100 тысяч FPV-дронов на следующий год. Я скажу, это хорошая сила для того, чтобы проламывать любую оборону. То есть невозможно, хоть ты посади туда миллион или два миллиона человек, но против кассетных боеприпасов и дронов мало что может сделать просто сидящий солдат. То есть эта война становится более технологичной? Она с самого начала технологичная. То есть у Украины нет шансов победить Россию симметричным способом. У нас нет десятков тысяч танков, у нас нет десятков тысяч артиллерийских систем, тысяч самолетов и так далее. У нас есть возможность только асимметрично воевать. Пример хороший это флот. У Украины нет флота, он был уничтожен в различные этапы Российско-Украинской войны. Но украинское ВМС и спецслужбы смогли загнать российский флот уже в Новороссийск. То есть уже есть спутниковые снимки, которые говорят о том, что Черноморский флот не базируется в основном в Севастополе. Они перешли в Новороссийск. Сейчас пытаются еще строить базу в оккупированной территории Грузии. Почему? Потому что наносятся удары крылатыми ракетами по пункту базирования. Вы видели, как уничтожался штаб Черноморского флота, как уничтожен десантный корабль, подводная лодка. Storm Shadow это крылатые ракеты британского производства. И морские дроны. Украина сейчас без экипажными платформами фактически загнала Черноморский флот, традиционный, с этими большими кораблями. Как раз восточную часть Черного моря и шансов оттуда выйти у России уже нет. То есть когда начнется операция под оккупацией Крыма, я думаю, что она начнется приблизительно через очень короткое время, после того, как мы получим F-16, у России не будет флота, на самом деле, который бы мог противодействовать украинским усилиям именно при проведении этой операции. Вы как раз предугадали мой вопрос, потому что как раз я хотела спросить. Мы все лето наблюдаем за активизацией действий именно в отношении Крыма. Встрел военных баз, уничтожение самолетов, уничтожение военных кораблей, подводной лодки. То есть южные направления все-таки становятся основным ударом. Дело в том, что освобождение юга Украины, я имею ввиду Запорожской и Херсонской области, имеет стратегическое значение. Как только будет перерезан этот фронт, который сейчас театр военных действий простирается от Крыма и аж до Харьковской области. Украинская армия сейчас перерезает этот большой театр на два отдельных театра, крымский и донбасский. Крымский театр это специфический театр, на котором активные действия уже начались. То есть украинская армия освободила остров Змеиный, который имел стратегическое значение и для Украины, и для Румынии, и для России. Дальше были освобождены так называемые вышки Бойко. Это газовые платформы, которые стояли всего лишь в нескольких десятках километров от Одессы. Таким образом, на этих платформах Россия держала свой спецназ, там были разведывательные оборудования. Сейчас эти вышки перешли под контроль Украины, оборудование российское было уничтожено. После этого были нанесены ракетные удары по системам С-400 в западной части Крыма. И после этого, когда Россия не может защищать эту часть моря и Крыма, были нанесены удары по Севастополю, по аэродромам и так далее. Эти удары будут нарастать, будут уничтожаться прежде всего ПВО и противоракетная оборона оккупационных войск в Крыму. А дальше, и естественно, параллельно будут удары ракетные по корабельному составу, по авиационному компоненту и так далее. Как только мы получаем F-16, тогда будут начинаться уже авиационные удары по Крыму. Ну и после зачистки Херсонской области, Левобережья, будет проводиться уже наземная операция. Вы говорили о том, что Соединенные Штаты являются одним из главных союзников или главным союзником Украины в этой войне. Но мы сейчас наблюдаем в том числе и политический кризис в Соединенных Штатах. И даже голосование за продление бюджета на 45 дней, в котором нет выделения средств для поддержки Украины, для многих было таким моментом, символом, значком, маячком каким-то. Российские СМИ вообще распространили просто, как США больше не будет поддерживать Украину. Как это восприняли в Украине, как вы видите происходящее сейчас? Существует ли угроза потерять такую активную поддержку Соединенных Штатов? Дело в том, что успешная операция Украины по деоккупации своей территории и демилитаризации России, естественно, входит в интересы Соединенных Штатов. Дело в том, что если бы Украина не боролась за свою свободу, за то, чтобы противодействовать российской агрессии, моментально бы Китай начал операцию на Тайване, чем очень ослабил бы позиции Соединенных Штатов в том регионе. И, естественно, поражение Украины радикально бы ослабило влияние США в Европе, значение НАТО. И, фактически, после этого Китай мог бы начинать свою экспансию в Европе. Это все Китай понимал, поэтому Китай поддерживал с самого начала так называемое СВО. Путин обещал товарищу Си очень быструю операцию, несколько дней. Но когда Украина начала бороться, это поломало планы Китая, а не только Путина. И, в принципе, если Соединенные Штаты, избиратели Соединенных Штатов и политики Соединенных Штатов понимают, в чем сейчас вот этот расклад сил заключается, а они понимают это, они будут поддерживать Украину. То есть, кто бы ни пришел к власти, да, может быть такая ситуация. Я хотел бы сказать, что Путин и Кремлевский, они очень рассчитывают на то, чтобы в течение 2024 года, скажем так, завести в тупик войну, чтобы Украина не могла двигаться вперед, россияне тоже не будут двигаться вперед. Но вот этот тупик был бы преподнесен Трампу, как, например, зачем поддерживать Украину, давайте склоним ее к подписанию каких-то договоренностей, а вы будете миротворцем. То есть, вот такая концепция явно уже проявляется в действиях России. Но здесь маленький аспект. Если Байден сейчас поможет с F-16-ми атаканцами, у Украины появляется очень большой шанс зачистить юг и начать деоккупацию Крыма и Донбасса. Если это произойдет до ноября следующего года, тогда даже если Трамп победит, то ему не будет смысла поддерживать лузера Путина. Трамп не любит лузеров. Он поддержит Украину и скажет, что я на этом этапе, конечно же, против Китая, против вот этой слабой России, и мы вместе сейчас с Европой и Украиной будем усиливаться и так далее. То есть, здесь действительно сейчас точка бифуркации в какой-то мере, куда пойдет развитие ситуации. И многое это зависит, конечно же, от вооруженных сил Украины. Но при этом технологии, которыми Соединенные Штаты нас поддерживают, играют очень значительную роль. Поэтому это очень важный вопрос. То, о чем вы сейчас говорили, так о том, что война может стать затяжной, войной на истощение, говорил ряд американских аналитиков и экспертов. И поддерживает его и некоторые в Европе. Вы лично, как видите, действительно ли сейчас используется стратегия именно вот этой самой затяжной войны на истощение, чтобы в Европе сменились, так сказать, власти после электорального цикла, выборы в Соединенных Штатах Америки. И надежда есть у Путина и у РФ, у руководства РФ, что Украина останется без поддержки. Ну, это не война на истощение. В течение года, то, что мы сейчас говорили, это все-таки стремление к заморозке. К заморозке и приведению конфликта к тупику, когда Трамп поддержит именно российскую точку зрения. Война на истощение – это на десятки лет. Это на годы вперед. Россия такую войну, конечно же, не выдержит. Потому что, что бы ни говорили, но союзниками России сейчас остаются Северная Корея и Иран. Китай в условиях, когда Россия проигрывает, она не хочет поддерживать лузера. Опять же, то есть товарищ Си уже показал, как относится к России. То есть Китай прямым образом не поддерживает. Хотя есть определенные поставки через Северную Корею, через Иран какими-то вторичными путями. Но это не то, что хотела бы, конечно, Россия. Если говорить о войне на истощение, то нужно посмотреть, что такое будет победа Украины, например. То есть для Украины победа – это деоккупация всех территорий. Но после деоккупации всех территорий, включительно с Крымом, конечно, это не означает, что пойдет кремлевский режим, путинский режим. Это не означает, что Путин подпишет акт о капитуляции. То есть он будет продолжать пытаться вести войну. И он, в принципе, может продолжать закидывать Украину ракетами, пока у него будут силы. Это означает, что противовоздушная оборона, противоракетная оборона и наращивание боевых возможностей вооруженных сил Украины будет продолжаться до тех пор, пока Россия будет представлять угрозу для Украины и для НАТО. Дело в том, что Путин, например, проиграв в Украине, он может провести операцию на Кавказе. В Центральной Азии он может провести операцию против стран Балтии. Как раз в той концепции создания кризиса внутри НАТО, поскольку, возможно, не все страны НАТО согласятся активировать пятую статью, возникнет внутренний кризис. И вот это нападение на страны Балтии может привести к развалу НАТО, что, в принципе, может также такой вариант использоваться Путиным. Поэтому война действительно будет долгой. Даже если Украина победит в своем понимании, то есть деоккупацию всех территорий, это не значит, что Россия развалится, что Россия катастрофически упадет в экономике или потеряет военную силу. Она будет представлять еще долгое время опасность для окружающих. Поэтому для Украины, для стран НАТО это будет вызовом, который действительно еще, возможно, на годы, возможно, десятки лет будет на повестке. Несмотря на все, что происходит в Украине, вот я смотрела недавно данные о том, что в Казахстане провели опрос, и 75% граждан Казахстана не верят в том, что Российская Федерация может на них напасть. Несмотря на те заявления, которые уничижительные звучали в отношениях казахов, да, и государства такого не было, и вообще народа не было. Несмотря на все заявления, которые делали пропагандисты Российской Федерации, в Казахстане люди не верят. В Украине верили? В Украине? В Украине, ну, война у нас вообще-то идет с 14-го года. До 14-го года, наверное, тоже не верили в том, что такое возможно? До 14-го года у нас была революция достоинства, которая и была направлена на то, чтобы не допустить российского контроля над Украиной. То есть у нас произошла ситуация, когда после первого Майдана к власти пришел Ющенко и Тимошенко, и они не смогли продемонстрировать успешность реформ. После этого пришел Янукович. Как раз на этой волне Янукович фактически поставил Украину под контроль России. Украинцам это надоело и получилась революция, против которой фактически и Россия выступила со своей войной, оккупацией Крыма и Донбасса. Поэтому здесь все логически у нас происходит. Да, действительно, до 2005 года на самом деле у нас, да в принципе и опросы показывали даже в 6-7 году, когда у нас рассматривался вопрос о вступлении в НАТО. 10-13% всего украинцев поддерживали вступление в НАТО. Еще были наивные идеи по поводу нейтральности, неблоковости. Янукович, кстати, когда пришел к власти, он в Конституцию внес фактически положение о нейтральности Украины, которое продолжалось не очень долго. Поэтому тут вопрос, верить или не верить, а вопрос в том, что есть национальные интересы, каждая нация должна их себе определить. Если казахам в принципе нормально жить на подконтрольной России территории, значит так тому и быть. Если кому-то не нравится жить на подконтрольной России территории или другой стране, значит они начинают бороться за свою свободу и очевидно, что могут быть конфликты, может быть война. То есть тут часто эта манипуляция используется. Если вы хотите войну, значит давайте будем как-то противодействовать России, вступать в НАТО. Вот часто используется такая манипуляция. Очевидно, зная, что Россия может напасть. В BBC я прочитала при подготовке программы на этой неделе, что на Великобритании НАТО выступили с предупреждением, что у западных держав заканчиваются боеприпасы для защиты Украины от российского вторжения. На ваш взгляд, действительно существует такая опасность? На Варшавском форуме глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что у этой бочки уже видно дно. Да, действительно, страны Запада 30 лет жили в иллюзиях. Они жили в наивном мире, в котором считали Россию своим другом и союзником. К сожалению, они прекратили фактически выпуск боеприпасов, системы артиллерии. Ну, то есть, вот в Киеве был буквально на прошлой неделе оборонно-промышленный форум международный. Я там модерировал одну из панелей как раз по амуниции, по боеприпасам. И там действительно представители, то есть там были директора той же компании MBDA, которая выпускает знаменитые ракеты Storm Shadow. Были представители боеприпасных заводов с Германии, с Франции, с других стран. И они говорили, что 30 лет мы просто-напросто не имели рынка сбыта, мы, наше правительство, не закупали эти боеприпасы. И поэтому мы просто утратили те промышленные мощности, которые у нас были во время Холодной войны. И вот уже полтора года они наращивают это производство. Соединенные Штаты, Франция, Германия, Чехия, другие страны. Естественно, нарастить, масштабировать это очень сложно. Нам нужны, чтобы было понятно, миллионы боеприпасов, миллионы штук. Украина каждый день тратит 6-7 тысяч снарядов на фронте. 6-7 тысяч. Россия тоже 6-7 тысяч. У России, кстати, кризис боеприпасный еще больше, чем у Украины, потому что Россия начинала 60 тысяч боеприпасов в день, когда Россия проводила в апреле-майе наступление на Бахмутском направлении. Сейчас точно так же 6-7 тысяч, правда у России артиллерия советская старая, у нас западная новая, более точная и дальнобойная. Но смысл в том, что США, Европа сейчас наращивают производство. Есть проект Европейского Союза о выпуске двух миллионов боеприпасов в течение двух лет, то есть один год миллион, второй год миллион. И Соединенные Штаты имеют похожие программы. Кроме того, Соединенные Штаты сейчас закупают боеприпасы в Южной Корее, закупают боеприпасы в Израиле, потому что там были склады именно натовского вооружения, натовских боеприпасов. Поэтому есть надежда, что мы пройдем вот этот сложный период, пока западная и украинская, кстати, в Украине тоже сейчас активно развивается производство боеприпасов натовского образца, 155 миллиметров, потому что до этого у нас было только советское, советские калибры. Сейчас, так как мы переходим на натовские калибры, естественно, производство будет только натовское. И пока идет наращивание производства, есть шанс, что мы за счет использования других арсеналов, арсеналов вне стран НАТО, мы все-таки пройдем этот сложный период. И как раз вот примерно начало 2024 года уже будет более стабильная поставка боеприпасов. На этой неделе появился проект изменения бюджета Российской Федерации. И там понятно, что они переводят страну на военные рейсы, что более трети бюджета будет выделяться именно на производство и поддержку военных боеприпасов, на армию и так далее. Разве это не показатель того, что Россия готовится к затяжной войне? Россия может готовиться к затяжной войне, но другое дело, что ресурсно, если, например, санкции действительно начнут действовать, я надеюсь, что они рано или поздно начнут действовать. Ну, просто, когда что-то делаешь, рано или поздно это получится. Хотя бы, как бы преступник не крутился, изворачивался, выдумывал серые или белые схемы, или черные, серо-буро-малиновые, но рано или поздно это начнет работать. Сейчас Россия пытается точно так же, как западные страны, восстановить производство боеприпасов, потому что у них производство боеприпасов точно на таком же уровне, как и в западных странах или в Украине. Они не производили боеприпасы на склады, потому что я просто напомню, что только на территории Украины, например, после распада Советского Союза было 2 миллиона тонн, не штук боеприпасов, 2 миллиона тонн боеприпасов. у нас главная проблема была, как их утилизировать. А сейчас у нас проблема, где их взять. В России точно так же. Они потратили около 12 миллионов уже тонн за вот эти полтора года. Осталось у них совсем немного. И они действительно находятся в той ситуации, когда вынуждены закупать боеприпасы сейчас. Именно за боеприпасами ездил Шойгу в Северную Корею. С Ираном ведутся переговоры. Боеприпасы к минометам они поставляют и так далее. Пытаются как-то выйти из этой ситуации. Но для того, чтобы наладить опять массовое производство, чтобы не попасть в эту яму, в которую попали сейчас Украина с Западом, они пытаются наращивать производство свое. Но опять же, они пытаются это делать в условиях санкций. В условиях, когда поставки компонентов, порохов, химических элементов. Ведь производство боеприпасов, это не просто ты взял, вылил гильзу и туда что-то засунул, и оно начинает стрелять. Там очень высокотехнологический процесс. У России нет всего цикла производства, если мы имеем в виду компоненты и элементы боеприпасов. Поэтому у России могут возникнуть проблемы именно по компонентам. Хотя Китай может стать как раз главным поставщиком не боеприпасов, а, например, комплектующих, составляющих, компонентов и так далее. Поэтому здесь нужно работать с Китаем, точно так же давить сейчас на Китай, чтобы не допустить этого. Но то, что Россия будет инвестировать, это понятно. Единственное, что, опять же, технологический провал настолько большой, что Россия не сможет производить, например, новое поколение бронетехники. Они будут пытаться производить те же самые танки, те же самые бронетраспортеры, БМП. Но у них сейчас, например, производства танков фактически нет. В основном это снятие с хранения долговременного, с баз хранения старых танков. Сейчас идут в ход уже 50-х годов, 60-х годов уже давно идут. Они их восстанавливают, отправляют на фронт. Опять же, качество самой техники очень низкое, и качество стволов низкое, потому что на хранение техника уже становилось, не менее 50% ресурса ствола уже использовано. Это в лучшем случае точно так же с артиллерией. Кстати, по артиллерии маленький нюанс. Украинская артиллерия сейчас уничтожает, артиллерия в передроны, ударные дроны, уничтожает каждый день 30-40 артиллерийских систем. Это просто огромные цифры, потому что, если перевести это, например, в масштаб месяца, это 600-700 артиллерийских систем. Такого темпа производства в России, конечно же, нет. Надежда, возможно, на Северную Корею, надежда на Иран. Опять же, какого качества будет продукция и так далее. Исходя из всего этого, можно ли ожидать, что в холодный период года опять начнутся удары по инфраструктуре, важной, критической? Они не прекращаются. Каждый день, вот, каждую ночь около 40 шахедов заходит в воздушное пространство, уничтожается большинство, но несколько штук могут ударить в объект энергетической инфраструктуры, портовой инфраструктуры. Ракеты Россия сейчас очень дозированно использует, потому что явно у них проблемы с производством, они экономят, концентрируют, начинают накапливать их действительно на холодный период. Пока еще тепло в Украине, но я думаю, что вот начиная где-то с конца октября, ноября, начнутся удары по энергетической инфраструктуре. Сейчас у Украины, конечно же, ПВО и ПРО немного другого уровня, чем год назад. То есть сейчас у нас есть и Патриот, и Насамс, и Ристе. Сейчас много гепардов, это такие вот артиллерийские системы, зенитно-артиллерийские системы из Германии. На этой неделе будет еще 15 штук, то есть их уже несколько десятков штук, которые по всей территории Украины в составе мобильных групп работают против шахедов. А Патриот и Самти, это французско-итальянская система, похожая на Патриот. Насамс, американские и Ристе, немецкие, они противоракетную оборону осуществляют. Поэтому ударов будет много, украинское ПВО будет работать, но, естественно, я думаю, что зима будет, конечно же, сложной. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время. И еще раз благодарю вас, и надеюсь увидеться с вами еще в ближайшее время в будущем в студии. Хорошего вечера. Спасибо, до свидания. Нашими зрителями сегодня были такие темы, то, что мы успели обсудить. Мы с вами увидимся на следующей неделе, не исключая, что уже с кем-то из предвыборных кандидатов. В четверг, 19.00, мы в эфире. Всего хорошего, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова